Привет друзья! В предыдущей серии об окраске неокоридин мы с вами попытались порассуждать о причинах, о факторах влияющих на цвет креветок. Сегодня мы с вами продолжим этот разговор и я не буду зачитывать вам научные статьи о хроматофорах, кутикулах. Я хочу предложить вам собственно рассуждение основанное на собственном опыте аквариумиста о том, что влияет на окраску креветок. Те из вас кто занимался разведением породистых гуппи, высокоплавничных меченосцев, имеют четкое представление о том, что если не заниматься селекцией, если не подбирать определенных производителей, то со временем меченосцы, например, теряют свой длинный шарф, гуппи, также теряют свои плавники. Если допустить свободное размножение, то преимущество получают не те самцы, которые наиболее красивы, а те самцы, которые наиболее шустрые и они оставляют потомство. А наиболее шустрые получаются те рыбки, которые имеют более короткие плавники. Но это же самое, я думаю, отражается и на окраске рыб. Тот же фактор влияет и на цветовые вариации. То есть со временем включается обратный естественный отбор, а если мы говорим о креветках, то прототипом всех цветовых вариаций креветок блюдеримов вишни послужила бледная бесцветная креветка. Бесцветные неокрашенные креветки легче затеряться в гуще растений. Ее молоть не будет поражаться рыбами. А надо сказать, что любая даже растительноядная рыба в свой рацион включает какой-то планктон, какую-то мелочь, живность. И если вот молоть креветок будет окрашена ярче, та из них, которая будет наиболее яркой и будет хуже маскироваться, будет съедена рыбами. Даже галактики и прочие рыбы, которые совместимы с креветками, которым в рот не влезает взрослая креветка, с удовольствием съедят ярко окрашенную молоть креветки. Ну и поэтому надо понимать, что наиболее ярко окрашенная молоть креветок будет выбиваться в первую очередь и оставаться будут в потомстве. Только креветки неокрашенные ближе к естественному бесцветному окрасу. Соответственно, со временем будет происходить вырождение этих креветок, возвращение их к естественному природному бесцветному окрасу. Я думаю, это понятно каждому и не требует особых пояснений. Когда вот в этом аквариуме у меня содержались красные вишни с большим количеством хищной рыбы, то выживали самые слабо окрашенные из них и в результате вся популяция стала бледной. Ну, я провел такой небольшой эксперимент. Я вам уже показывал. Отсадил вот этих бледных вишен в другой аквариум с черным грунтом. Кормил их кормами с каротиноидами для улучшения красной окраски креветок. Применял специальные корма, улучшающие окраску креветок. Но, тем не менее, эти креветки так и не покраснели. Часть из них была розовая, а часть потомства креветок стала полностью бесцветной. Давайте посмотрим, что происходило у меня в том аквариуме. Сейчас, спустя несколько месяцев после того, как я поместил в отдельный аквариум вот этих вот слабо пигментированных креветок ярче они не стали. И среди их потомства все больше стало появляться бледных неокрашенных креветок. То есть процесс отбора, процесс селекции был запущен в обратную сторону. Я вынужден был прекратить этот эксперимент. Вот там вот на шланге мы видим раков мелких. Мальки раков подросли и распотрошили у меня одну из вобикус в этом аквариуме. Вода испортилась. И поэтому часть креветок из этого аквариума я пустил на корм. Сейчас вода конечно несколько посветлела и можно было бы продолжить эксперимент. Но я не вижу в этом никакого смысла, никакой необходимости. Те креветки, которые уже потеряли свой пигмент, они уже никогда не восстановятся. То есть есть временная потеря пигмента, а есть постоянная потеря цвета, которая произошла в результате искусственной или естественной селекции. В искусственной селекции были отобраны яркие красные креветки, а в результате естественной селекции произошел обратный процесс. И теперь чтобы мне добиться вот этих креветок яркого окраса, нужно из потомства отбирать наиболее ярко окрашенных креветок и скрещивать между собой. Причем желательно с добавлением свежей крови, чтобы не было близкородственного спаривания. Ну то есть прямую по новой опять заниматься селекцией. Отловил наименее окрашенных креветок, самых бледных, и сейчас я их отправлю в другой аквариум. Но перед этим устроим капельницу и подготовлю их для воды того аквариума. Кроме блюдримов я также отловил еще несколько вишен из этого аквариума. И сейчас вишни у пойдут в другой аквариум. Еще не всех вишен отловил из этого аквариума, но потихоньку будем стараться, будем заниматься селекцией. Сколько не отлавливая вишню из аквариума с блюдримами, но все равно вот вишня успела уже здесь насорить и мы видим маленькую вишенку. У вишни уже успели появиться мальки в этом аквариуме с блюдримами. Есть мальки и у блюдримов, их очень много в этом аквариуме. И так понятно, да, что некоторая отдельно взятая особь креветки может в какой-то степени менять интенсивность своей окраски в зависимости от условий, в зависимости от стресса, линьки, гона и прочих, прочих, прочих других мелких условий. Но в основном же вся популяция креветок в целом может изменять свой окрас по признакам естественного отбора или под воздействием искусственной селекции. Если изначально у нас были хорошие породистые креветки и содержались в хороших условиях, то цвет всей популяции продержится довольно долго. Но если же порода креветок была недостаточно чистой, и у нее появляется много пробросов, то вполне вероятно, что вскоре ваши блюдримы станут бледными и некрасивыми. Моя популяция блюдримов не вполне чистая. Среди них встречаются и шоколадки с вот таким окрасом, и голубенькие креветки. Но я стараюсь сейчас содержать их без рыб и стараюсь поддерживать как-то всю популяцию в тонусе. Занимаюсь также небольшой селекцией этих креветок. Друзья, надеюсь, вы понимаете, что я не профессиональный репортер и не диктор телевидения, который зачитывает свой текст по бумажке, поэтому приношу свои изменения за некоторую спутанность мыслей и постоянную повтор. Но, думаю, основную мысль я до вас довел. Думаю, что из сегодняшнего ролика всем стала понятна мысль о том, что есть временное ослабление окраски у каждой отдельно взятой особи креветки, и есть деградация всей популяции креветок с потерей ими цвета. И в этом случае влияют разные факторы на окраску креветок, и применимы разные способы для устранения этих факторов. То есть, если мы теряем окрас, ослабляется окрас у какой-то отдельно взятой креветки, то для этого, для улучшения окраса, мы можем просто улучшить условия содержания креветок, применить соответствующие корма, а если теряется и деградирует вся популяция креветок, то тут уже необходима просто селекция. Ну, селекция, скажу вам, необходима практически всегда, если мы хотим, чтобы наши креветки были яркими. Ну, а на сегодня все. Это были мои личные соображения. Высказывайте свои мысли. Всех приглашаю к обсуждению. Всем до свидания. Пока. До новых роликов. Ролик был уже снят и смонтирован, когда я вспомнил, что забыл осветить один момент. Есть три вида совмещения рыб с креветками. Это рыбы, которые полностью совмещаются с креветками. Некоторые мелкие тетры, мелкие радужницы, разборы. Например, такие рыбы, как галактика. Есть рыбы, условно совместимые с креветками. Такие, как живородки, различные барбусы, гупехи, меченосцы. И есть рыбы, которые совершенно несовместимы с креветками и способны уничтожить креветку за пару часов. Это различные хищные рыбы, цихлиды в том числе. Так вот, во всех трех случаях окрас креветок будет резко зависеть от того, какие рыбы помещены у вас с креветками. Или креветки у вас содержатся отдельно. Вот это все, что я хотел дополнить к снятому ролику.